Законодательная комиссия Законодательная комиссия Расчет был на то, что журналисты, наблюдатели, а может и сам кандидат, не придут на заседание и комиссия примет нужное решение. Не удалось. Заседание перенесли на 16 часов. С первых минут госпожа Кучерова делала все возможное, чтобы по-быстрому проголосовать. Не получилось. Пришлось объяснять, почему честно собранные подписи в поддержку Серебрякова оказались недействительными. И тут выявилась целая система так называемых ошибок в работе комиссии, чтобы отказать в регистрации. Иван Серебряков и его представитель разложили все уловки комиссии по полочкам и доказали свою правоту. Есть ряд замечаний к работе комиссии. Первое, мы тоже посмотрели, что в заключении эксперта выявлено 53 строки. А почему-то избирательная комиссия в своем итоговом протоколе указала 8. Но я думаю, что никто с экспертами не стал бы спорить. Нет, нет, это ошибка техническая. Да, я услышал, что действительно их восстановили. То есть от 359 как минимум мы отнимаем 5. Статья 37.67 закона говорит, что адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных под пункти 5 ст. 2 настоящих федерального закона реквизитов, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома или квартиры. В случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избирания. Ну, кроме того, что говорили, есть Красноярский край, сокращенное было слово Красноярск. В том числе были вопросы по общежитиям, когда написано только номер дома, а квартиры нет. Хотя по этому же адресу у других избирателей стояла там комната, но в связи с тем, что это общежитие, мы посчитали, что это однозначно все же восприятие, где проживает гражданин. Таких мы посчитали по подписям, которые у нас есть в копиях, всего 96. Следующее. Это что касается статьи 38 по регистрации кандидата, списка кандидатов, порядок назначения референдума. Пункт 5. Что не могут служить основанием для признания подписи избирателя-участника референдума, недействительно имеющиеся в сведениях об избирателе-участнике референдума, содержащиеся в подписных листах, сокращение слов и дат, не препятствующие однозначному восприятию этих сведений. То же самое отражено и в постановлении Центральной избирательной комиссии от 9 июня 2021 года 9.75-8. Не могут считаться исправлениями по марке, не препятствующие однозначному толкованию сведений. Также согласно пункту 5 ст. 38 Федерального закона не могут служить основанием для признания подписи недействительной, имеющейся в сведениях об избирателе сокращение слов и дат, не препятствующих однозначному восприятию этих сведений. Вместе с тем, к определению наличия исправления, особенно в дате внесения подписи, целесообразно привлекать эксперта-почерковедов, в том числе подпись признается недействительной на основании этого заключения. Насколько мне известно, почерковеды не исследовали ни одной даты, чтобы исключить ее или оставить. Все это делалось с членами комиссии, хотя рекомендации были. Таких подписей в подписных листах 52. Возвращаемся к постановлению Центральной избирательной комиссии о методических рекомендациях. В случае выявления превышения максимально допустимого количества представленных подписей избирателей кандидата-уполномоченного представителя избирательного объединения предлагается самостоятельно исключить необходимое количество подписей. 26 подписей кандидат в праве был вычеркнуть самостоятельно. Этого права ему никто не предоставил. На мой взгляд, здесь тем, что не дали реализовать право кандидату вычеркнуть эти 26 подписи, он бы вычеркнул те подписи, которые он бы посчитал недействительными и недостоверными. На мой взгляд, комиссия тоже здесь нарушила права кандидата. И эти 26 подписей он бы мог спокойно вычеркнуть из недостоверных и недействительных. При проверке ведомостей и листов, которые были указаны в них, просто сплошная проверка, вот там папка номер 1, лист номер 4, открываем, проверяем, открываем, и так проверили все, и мы нашли 12 листов, которых нет никаких неисправлений, не замечаний, не попали они к экспертам, то есть 12 подписей неизвестно, как оказались недействительных и недостоверных. Это, если хотите, можете проверить, по перечине тоже у нас есть. Итого, если мы от 359 отнимем все то, что я перечислю, получается 168 подписей. Следующее, опять же возвращаемся к постановлению Центральной избирательной комиссии о методических рекомендациях. Пункт 3.3.5. Каждый лист ведомости в обязательном порядке подписывается проверяющим, а в случае, если недостоверная или недействительная подпись признается экспертом на основании заключения эксперта, так же всеми экспертами, осуществляющими работу с соответствующими подписными листами. Ну, там есть разъяснение, что если эксперты делают отдельное заключение, то тогда им подписывать ведомости не нужно. Но, тем не менее, требования подписать проверяющим существует. Ни одна из этих ведомостей проверки подписных листов никем не подписывает. То есть, кто, как, по каким параметрам и с каким результатом оценивал эти подписи, неизвестно. Следующее. Статья 38 Федерального закона о регистрации кандидатов в списке кандидатов в порядок назначения референдума. Но я не буду все читать, она большая, только выдержку. Кандидат вправе получить в комиссии одновременно с копией итогового протокола, заверенной копией ведомости проверки подписных листов, в которых указывается основание причины признания подписи избирателя, участников референдума, недостоверным или недействительным. Указание номера папки, она здесь указана вверху. Так, подписного листа, он указан вот в первом, в первой графе. И строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких подпись. Мы механически пересчитали, сколько таких подписей всего. Я посчитал, у меня получилось 217. Если комиссия сказала, что мы от этого числа, которое указано в ведомостях, отняли 57 и отняли 5, 57, которые вернулись за Красноярский край, 5, которые эксперт, то получается 155. Но это еще не все. Все эти ведомости проверки составлены с грубейшим нарушением. То есть определить, какую подпись, в каком листе и на каком основании невозможно. Если хотите, можем продемонстрировать, прямо начиная с первой папки. Пожалуйста. Итак, папка номер один. Папка номер один. Лист номер два. Да, да, вот она лист номер два. Открываем. Значит, у нас исключены две первых подписи. Почему? Основание написано. Сначала подпись от лица, не владающей активным избирательным правом. Второе. Это нет ли неполной фамилии, имя, отчество. Ну, если вы хотите, можете проверить. Пожалуйста. Ну, я думаю, если мне не доверяют, могут спросить. Открываем следующее. Лист номер четыре, подпись номер один. Основание. Подпись лица, не обладающей активным избирательным правом. Матозалки, дом 39, квартира 44, паспорт. Ну, все. Год рождения 88. Где-то приблизительно 85% вызывает вопрос, откуда взяли эти данные. Вы можете ответить на этот вопрос? Ну, давайте вы уже закончите свое выступление. Хорошо. И члены рабочей группы поясняют. Хорошо. Ну, на мой взгляд, в связи с тем, что невозможно определить, какие подписи признавались недействительными, какие недостоверными. Ну, за исключением двух моментов. Это газвыборы, потому что там указаны папка, лист и основание. И подписи, которые признали недействительными в УВД. Да, это 53. Утого получается 61 подпись. В этих ведомостях проверки 61 подпись признана недействительной недостоверной. Во всех случаях, в которых я перечислил, достаточно подписи кандидата для того, чтобы его зарегистрировать. Сначала члены комиссии пытались изворачиваться и юлить. Вы наговариваете? Нет, я не буду наговаривать. Давайте так, Елена Александровна, давайте берем протокол ваш, не протокол, а ведомости проверки. Сейчас я ничего смотреть не буду. Я записала все, что вы сказали. Передайте мне этот документ, мы его рассмотрим, и я вам дам ответ по каждой подписи. Никаких? В письменном виде, в двух экземплярах, подавайте в комиссию, расснимаем, а теперь рассмотрим. 57 подписей, которые в соответствии с этими же методическими рекомендациями должны быть оформлены в виде справки. Почему-то тоже их нет. Почему? Это будет оформлено отдельным протоколом заседания. Это должно быть оформлено руководителем рабочей группы до заседания и представлено кандидатом. Потом перешли к откровенной лжи. Вот председатель комиссии Оксана Кучерова, ссылаясь на инструкцию Центральной избирательной комиссии, рассказывает, что якобы они правильно забраковали подписи жильцов общежитий. Хочу пояснить по вопросу 96 подписей, которые вы сказали, что вы выявили. Это общежитие, указан только номер дома, но не указана квартира. По этому вопросу методических рекомендаций от 9 июня 2021 года, на которые вы ссылаетесь, сказано, что в паспорте гражданина избирателя может быть не содержать каких-то элементов, дом, улица и прочее, но в подписном листе это должно быть отражено. Если не отражено, такая подпись признается недействительной. А теперь посмотрим, что действительно говорится в этом документе. Номер комнаты в общежитии может не указываться в подписном листе. Вот Кучерова снова врет, заявляя, что у члена рабочей группы по проверке подписей нет особого мнения. Я не знаю, кому, я так же самое, я всем доверяю, всем членам комиссии. Вы сказали, что есть особое мнение, я как кандидат хочу услышать это особое мнение. Пусть прочитает его, скажет. Она не подготовила особое мнение. Почему? Она сказала, у нее оно есть? Ну где? Есть, есть, Александр. Ну а как где? Надо с этого начинать, представить письменные документы на комиссию. Почему с этого начинать? Я спросила, письменные возражения есть у кого? Я сказала вам, что... А вот и особое мнение. Проверку подписных листов кандидата в список Серебрякова Ивана Александровича, как уже говорилось выше, осуществляя не только члены рабочей группы. 6 августа 2021 года руководитель группы Ирина Александровна объявила результаты проверки. Результаты проверки было 192 подписи. Было подсчитано и облашено. Дальше было принято решение о направлении подписных листов на проверку в Россию Борисович и экспертно-пременностического отдела Российской Федерации. 10 августа после проведения оставшихся проверок Оксана Ивановна, вы сказали, что будет в 5 часов заседания. Его не состоялось. И после где-то или около 7, или после 7 часов, значит, снова началась проверка. Наталья Юрьевна присутствовала, Алена присутствовала. Вот сидели, проверяли дальше подписные листы. Правильно? Ирина Александровна сидела, сидела, подела там. Дальше. Правильно. Самого кандидата об этой проверке не уведомляли. Меня туда не припечатали. Я это даже не говорил. Эта проверка. После окончания проверки 23.55 меня попросили подписать протокол в договоре. Я сообщила, что я эти подписи не считала, не проверяла, как я могу подписывать. Кто проверял, тот подписывает. И 359 подписей, которые я там указала, я не согласна. Под грузом неопровержимых доказательств комиссия начала признавать свои ошибки. Представитель кандидата разъясняет, где, как и сколько раз ошиблась комиссия. Я еще раз объясняю. В соответствии с законом, уведомость проверки должна содержать номер папки, номер листа и номер подписи, которая признана по основаниям, перечисленных здесь. У ведомости каждой папки стоит цифра завышенная в 2-1,5 раза. В каждой. В этом случае я считаю, что это незаконно голосовать по таким документам. Вы понимаете или нет? Была ошибка сделана один раз, 5 подписей, исправили. Была ошибка сделана 57 подписей, исправили. Это точно такая же ошибка. Вернитесь к ней и исправьте. Руководитель рабочей группы признается, что ошиблись при внесении в итоговый протокол количество подписей, признанных недостоверными экспертами МВД. Экспертами, которые проверяли подписи от экспертного отдела МВД Красноярская, было установлено количество подписей недостоверных, то есть внесенных одним лицом от имени другого лица, 53 строки. То есть одним почерком, да, получили? Да, одну руку. Не только, там разные основания. И мы решили, пересчитав их вручную, решили, что их там 58. Но поскольку в своем заключении эксперты указали 53 подписи, даже не подписи, а 53 строки, которые они считают недостоверными, я прошу изменить эту цифру 58 на 53, опять же, в 5 подписей в пользу кандидата. Таким образом, на 62 подписи уменьшить количество недействительных подписей. Я считаю, как председателя окружной комиссии, что проверка закончена. Рабочей группой подготовлен итоговый протокол. Да, мы согласны, что есть там ошибки. В качестве заключения эксперта, да, никто с этим не спорит, мы ни в коем случае не подменяем каких-то цифр. Красноярский край, так же мы засчитали эти подписи. Так, может быть, и здесь мы тоже оказались правы. Поэтому я считаю, что если и есть какие-то формальные недочеты, формальные недочеты в ведомостях и в итоговом протоколе о тех ошибках, которые мы выявили, это все обсудили, мы восстанавливаем количество этих подписей. Я считаю, что каких-либо оснований сейчас возвращаться к этому вопросу... Или закон. Хорошо, допустим. Издание закона и освобождает подписи. Раз мы поставили эту четверку, они расписали ее, четыре в разных местах количества, мы сейчас это сделаем. Нет, уже все, извините. Вы нам... Нет, нам уже выдали ведомости проверки, нам выдали итоговый протокол. То есть вы сейчас предлагаете начинать все сначала? Нет, ни в коем случае. А как вы распишите без проверки подписных листов? Мы же эти цифры не надумали, мы не придумали. Мы можем ответить за каждую цифру, за каждую цифру комиссия рабочая группа. Оксана Ивановна, вы ответили за эти цифры, когда в 0.08 подписали эти документы. Я вам говорил, не занимайтесь ерундой. Мы работаем в рабочее время. Все-таки, основным документом является не ведомости, а итоговый протокол. В итоговом протоколе, поэтому мы будем... Если в ведомости и в итоговом протоколе разница вдвое, то это уже, поверьте мне, большая разница для тех людей, которые будут подписывать и голосовать. Любой суд примет этот документ, любой, как он должен быть записан в законе. Мы вам поясняем, что это количество подписей, а не цифра 1. Нет, мы согласны, что здесь неправильно оформлено. Есть ведомость, она формально оформлена неверно. Как вы с моими 26 подписами? Нарушение. Есть закон. Это количество. Понятно. И рабочая группа... Вы понимаете, Оксана, если это количество, значит кандидат не по одной из этих подписей не был оповещен, что у него какая из подписей не действительно не достоверна. Ни по одной. Вообще не было. То есть вообще все подписи достоверны и действительны. Вообще все. Сто процентов. Вот тут, похоже, членов комиссии охватил страх. Смотрите, как мигают глазки у Кучеровой. А вот как вторит ей госпожа Кинг. Впрочем, глаза боятся, а руки делают. Вот Кучерова прямо во время заседания ведет интенсивную переписку с таинственным респондентом. Очень похоже, незнакомец требовал быстрее завершать заседание комиссии. Ни в коем случае не вступать в премии, не давать слово Серебрякову и немедленно переходить к голосованию. Сознательно введя членов комиссии в заблуждение, искажая положение закона и руководящих документов Центральной избирательной комиссии, председатель несколько раз требовала от членов комиссии немедленно принять решение об отказе Серебрякову в регистрации кандидатом в депутаты законодательного собрания. Я предлагаю голосовать за решение окружной избирательной комиссии по округу номер 7 об отказе в регистрации кандидатом в депутаты законодательного собрания Красноярского края 4-го созыва по советскому одномодатному избирательному округу номер 7 Серебрякову Ивану Александровичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения. Кто за? Как общий секретарь, протокольный? Мы уже голосуем, Андрей Андреевич. Интересно, кто все эти люди, взявшие на себя ответственность за преступное по сути решение? Оказывается, Оксана Кучерова – заместитель главы Советского района по социальной работе. Наталья Потапенко и Алена Юшкова – тоже сотрудники администрации. На время выборов они якобы уволены, но вот их места не стали вакантными. После завершения избирательной кампании девушки вернутся на прежнюю работу. Бабушки-одуванчики – дяденьки-статисты. Интересно, знают ли они законы, регулирующие избирательное право? Скорее всего, нет. Потому что их задача – вовремя поднимать руку за любое, даже незаконное решение, возможно, получая за это приличную прибавку к пенсии. Впрочем, не все члены комиссии оказались послушными. Андрей Примак не голосовал за отказ в регистрации. Четко и эмоционально выразил свою позицию. Чистая уголовка. И в этом с Андреем трудно не согласиться. Ведь кому-то, возможно, придется сесть. Очень похоже, что своими действиями комиссия препятствует осуществлению гражданами своих избирательных прав. Возможно, члены комиссии выполняют указания чиновников. А те, в свою очередь, мстят Ивану Серебрякову за его депутатскую активность. Характер действий членов комиссии и тех, кто за ними стоит, может попадать под статьи федерального закона номер 114 о противодействии экстремизму. А это уже 8-10 лет строгого режима. Есть повод задуматься, потому что рано или поздно мы построим правовое государство, где будет торжествовать закон. Так вот, все предоставленные комиссии ведомости составлены с нарушением закона так, чтобы не дать их оспорить. Комиссия сознательно не указала, какая из подписей признана недействительной или недостоверной. В постановлении ЦИК о методических рекомендациях по приему и проверке подписных листов говорится о том, что каждый лист ведомости в обязательном порядке подписывается проверяющим. Зная об этом, члены комиссии ведомости не подписали. Теперь невозможно установить, кто проводил проверку, по каким параметрам и с каким результатом. Иначе, как попыткой избежать личной ответственности за совершаемое преступление, это назвать трудно.